Здравствуйте, это рубрика интервью, меня зовут Наталья Чудина. 14 июля антимонопольщики России отметили 25-летие со дня создания службы. Вообще, зачем создавалась эта служба? Служба создавалась в целях создания определенных условий для обеспечения конкуренции и недопущения ограничения монополистической деятельности. Это основные цели, которые предусмотрены в стратегии развития Федеральной антимонопольной службы. Кроме того, наша служба создана для недопущения антиконкурентного вмешательства органов власти в деятельность предпринимателей, недопущения коррупционных рисков со стороны государственных гражданских служащих в рамках государственного заказа, развитию торговли, недопущения нарушения со стороны субъектов естественных монополий, обеспечению равного доступа к товарным рынкам, субъектов естественных монополий для граждан, для всех нас вместе взятых. В последнее время самые актуальные вопросы, которые задевают каждого, и не будем это скрывать, это цены. В последнее наше интервью мы разговаривали с вами о ценах на продукты. Сегодня другой главный вопрос. Сегодня цены на бензин. Что у нас в этом происходит, в этом плане? В рамках работы, которую проводит наше управление, Федеральная демонопольная служба, мы проводим еженедельный мониторинг стоимости нефтепродуктов на рынках республики Хакасия. Помимо всего прочего, в настоящий момент мы рассматриваем дело, возбужденное по признакам нарушения закона защиты конкуренции в отношении одного из наших поставщиков бензина на территорию республики, ЗАО «Хакаснефтепродукт». В рамках этой работы мы в том числе проверяем ту деятельность, которую ввел поставщик до периода 2015 года. В декабре 2014 года мы возбудили производство по делу, рассматриваем в том числе поведение хозяйственного субъекта и на сегодняшний день. В рамках этой работы мы проверяем причины увеличения стоимости нефтепродуктов. Основной причиной на сегодняшний день является то, что увеличились на 26,5% оптовая стоимость нефтепродуктов, закупаемых нашими поставщиками, затем реализовывая их в розницу. Мы считаем, что основной целью и основной причиной недопущения необоснованного поведения и не увеличения до такой огромной стоимости нефтепродуктов в розницу является в том числе и наше возбужденное дело, поскольку это показала и практика начала года 2015 года, тогда, когда цены вроде урегулировали свой рост и не стали расти необоснованно. На сегодняшний день, если говорить в процентном соотношении, то отношение роста оптовой цены составило 26,5%, тогда как розница у нас возросла около 7%. Мы считаем это, наверное, положительным моментом, в том числе и считаем, что этого хорошего результата достигло с помощью нашего управления, которое рассматривает дело в настоящий момент. К сожалению, мы решение еще не вынесли. Почему такой большой срок? Потому что рассмотреть подобное дело достаточно многих сил преследует за собой, поскольку нам нужно проанализировать всю хозяйственную деятельность данного поставщика и сделать вывод о том, что да, были нарушения, он необоснованно увеличивал стоимость. Для этого нам нужно провести огромную работу, в том числе и анализ рынка, анализ его поведения. Мы в скором времени планируем это решение вынести. После того, как было возбуждено дело в отношении Хакас нефтепродукта, резко снизилась стоимость бензина и на других заправках. Может, стоит возбудить сейчас дела в отношении других поставщиков? Ну, вот почему было возбуждено только в отношении данного хозяйственного субъекта дело? Основной причиной того является то, что данный хозяйственный субъект занимает доминирующее положение на рынке. Поэтому и было возбуждено дело о злоупотреблении доминирующим положением. То есть, по нашему мнению, данный поставщик влияет на всю ценовую ситуацию у нас на территории республики. То есть, закупаются нефтепродукты у данного поставщика и иными независимыми автозаправочными станциями, которые реализуют потом нефтепродукты у нас на заправках республики. Поэтому мы посчитали, что данный хозяйственный субъект занимает доминирующее положение. Возбудили дело в отношении него. Но в рамках рассмотрения дела, в том числе и от ЗАО Хакас нефтепродукт, поступала информация о том, что они не доминируют на рынке. Мы проводим анализ данного рынка. Но не буду забегать вперед, поскольку мы этот анализ провели с ним, к сожалению, не ознакомились остальные участники нашего отдела. Но мы все-таки посчитаем занимающим доминирующее положение не только данного поставщика, но и иных. Хотим пойти по пути коллективного доминирования хозяйственных субъектов. Ну а в те мелкие предприятия, которые повышают цены, просто глядя на большие предприятия, и они как-то будут наказаны? Им что-то за это будет? Ну тут вопрос, в первую очередь, касается относительно чего они повышали эту стоимость. Естественно, они повышали благодаря тому, что закупали нефтепродукты дороже у тех же поставщиков, которые реализуют его оптом. Этим поставщиком являлись в том числе Хакас нефтепродукт. И, естественно, ценовая ситуация в полном объеме перекладывалась на цену в розницу. Соответственно, раз они закупали бензин дороже, соответственно, и продавать были вынуждены дороже. Так вот, как раз о цене закупки, о ее увеличении со стороны Хакас нефтепродукта, мы говорим о том, что были нарушения антимонопольного законодательства. Необоснованно увеличивалась стоимость в зависимости не только от закупаемого топлива, но и увеличивая маржу, увеличивая свою доходность. Мы посчитали, что это необоснованно, поэтому и возбудили дело. Естественно, в отношении автозаправочных станций мы не сможем признать их доминирующим положением. Мы не можем также сказать о том, что были признаки сговора у этих АЗС, поскольку они действовали в условиях тех рыночных предложений, которые диктовал Хакас нефтепродукт, как лицо, занимающее доминирующее положение. Ну а почему такие большие сроки рассмотрения дел? Тут 9 месяцев практически. Да, 9 месяцев у нас предусмотрено регламентом по рассмотрению данных дел. Почему такие большие сроки? Поскольку работы провести очень много, но необходимо для того, чтобы вынести решение. Во-первых, это собрать доказательства о том, что действительно были злоупотребления со стороны хозяйственного субъекта. Раз мы говорим о том, что это нарушения были в порядке ценообразования, то нам нужно будет проверить всю первичную документацию в части закупки нефтепродуктов, о ее обоснованности, всех поставщиков проверить. Соответственно, это достаточно большое время затрачивается на это. Кроме того, нам нужно провести анализ товарного рынка, для чего запросить информацию об объемах закупаемых нефтепродуктов, о их стоимости и соответствующий анализ подготовить. Поэтому достаточно большие сроки, и я думаю, что нам их будет достаточно для принятия обоснованного решения. Но есть еще одно транспортное дело, которое, наверное, задевает многих. Это транспортный коллапс в Абакане, который произошел в декабре 2013 года. Чем вот то дело закончилось? Да, мы помним, как 2 декабря 2013 года наши перевозчики не вышли на маршруты автобусные города Абакана. Все жители были обеспокоены тем, что происходит, поскольку никто не мог добраться на работу. Мы со своей стороны, как ведомство, которое посчитало важным и необходимым принять меры, соответствующие в отношении наших перевозчиков, поскольку мы уже не впервые их привлекаем к ответственности, не впервые рассматриваем дела. Мы возбудили производство по делу в части заключения соглашения между перевозчиками, которые являются между собой конкурентами, которые привели к ограничению, недопущению товара на товарном рынке, недопущению обращения данного товара на товарном рынке. Соответственно, признали нарушение статьи 11 закона о защите конкуренции, абсолютно всех перевозчиков привлекли, там у нас было 27 ответчиков. Признали их нарушившим. В арбитражном суде Республики Хакасия настоящее решение в первой инстанции устоялось. Суд поддержал нашу позицию, что действительно в этот день был сговор. И огромное спасибо хочется сказать журналистам, которые нам огромную помощь оказали в сборе доказательств по делу, поскольку при рассмотрении дела перевозчики совершенно иным образом объясняли свое поведение, сказали, что нет, на самом деле этого не было, мы все выходили на маршруты. И вот благодаря тому, что были соответствующие репортажи от журналистов, нам удалось доказать, что действительно не выходили транспортные средства на маршруты. Решение вступило в законную силу, мы уже сейчас начинаем привлекать к административной ответственности наших перевозчиков. И считаем, что все-таки это послужит определенным предупреждающим фактором нарушения антивонополиного законодательства в будущем. Какие-то штрафы, какие штрафы, размер этих штрафов для перевозчиков? Это вообще соизмеримы штрафы и то, я не знаю, как это сказать, зло, которое они нанесли городу на тот момент? По моему мнению, конечно же, нет. Штрафы не соизмеримы, поскольку наши перевозчики действуют на рынке в качестве индивидуальных предпринимателей, не как юридические лица зарегистрированы. В связи с чем административные штрафы на них распространяются как штрафы для должностных лиц. Такие штрафы составляют 20 тысяч рублей. Я считаю, что это совсем маленький штраф административный. Буквально совсем недавно мы вышли с инициативой Федеральной антивонопольной службы о увеличении административной ответственности за подобные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей. Мы надеемся, что наша инициатива поддержится и все-таки не будет нарушения антивонопольного законодательства в этой части. Но вообще сговор считается одним из самых сложных дел в антивонопольном законодательстве. В последнее время Ваша служба очень часто возбуждает дела по сговору предпринимателей, которые занимаются поставками продуктов питания в школы и больницы. Какое наказание их ждет? И что там за дело такое интересное? Вообще расскажу, с чего все начиналось. Наша служба в последнее время начала получать очень много информации от наших государственных бюджетных учреждений, которым поставляются продукты питания в их организации. О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков и поставщиков, которые поставляли продукты питания, выиграв будущие предыдущие торги. Соответственно, данных поставщиков, которые не исполняли надлежащим образом обязательства по поставке продуктов питания, мы включали в реестр недобросовестных поставщиков. Анализируя ситуацию и анализируя причины непоставки продуктов питания в учреждения, здравоохранения, образования, Мы пришли к выводу о том, что основной причиной стало то, что были огромные снижения начальной максимальной цены контракта по результатам торгов, дабы победить данные лоты. И, соответственно, мы посчитали, что было умышленной целью не осуществлять поставку соответствующим образом в эти учреждения. Соответственно, проанализировали все процедуры торгов, которые проходили, и увидели, что достаточно большой процент снижения начальной максимальной цены осуществлялся. В том числе увидели признаки сговора между поставщиками, которые участвовали в данных процедурах торгов. Соответственно, возбудили производство по делу, нарушение антимонопольных законодательств, привлекли в качестве ответчиков всех участников данных торгов. Об ответственности говорить, наверное, пока рано, но я скажу то, что предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях для индивидуальных предпринимателей. Также предусмотрена ответственность для должностных лиц в размере от 20 тысяч рублей. Если мы говорим о юридических лиц, то эта ответственность предусмотрена в размере от 1 до 15% от суммы выручки данного предприятия. Вот здесь достаточно хорошая ответственность, и мы видим о том, кого мы привлекли ранее, наложив такие огромные штрафы. Соответственно, не допускают нарушения антимонопольного законодательства в будущем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...